Good morning, Rio! How are you doing? Do you want coffee? Суббота, 7 марта. Ребята, как же я обожаю выходные! Как я люблю хорошую погоду в выходные! А еще больше я люблю весну, выходные. Вот сегодня у нас как раз выходные, весна, еще и хорошая погода. Конечно же, наше выходное мы начинаем с кофе. И конечно же, мы распиваем наше кофе в нашем замечательном огороде. Один наш знакомый, побывав у нас весной в огороде, назвал наш огород оргазмом. Ну, вы догадаетесь, почему. Когда я захожу сюда в огород, особенно весной, когда все цветет, для меня как будто бы останавливается время. Я отключаюсь от всего, от проблем, от реальностей. И это опасное состояние можно иногда и забыть о важных вещах. Так как мы оба сможем, по роду нашей профессии, проводим много времени у компьютера, неподвижно, я пытаюсь его и себя вытащить на улицу. И хорошо, что у нас есть такое вот место, где можно выйти, сразу окунуться в свежий воздух и отдохнуть от всего, от стресса. Ну, и еще очень полезно для здоровья позаниматься вот именно физической нагрузкой такой у себя в огороде. И это творческая работа. Хочется создать красивое место, окружить себя красивыми вещами, цветами. Как бы это тоже творческий процесс. Интересно, как у нас с мужем совпали интересы общие. Или вот, например, появляется какой-то у меня новый интерес, и мой муж, оказывается, что он тоже этим становится заинтересованным. Это неплохо, когда вот люди в браке имеют общие интересы и хобби. Например, садоводство мы любим оба. Сначала он этим всем болел, я не обращала внимания ни на цветы, я была всегда занята работой. И мне никогда не хватало времени на садоводство. Но он у меня так активно этим занимался. И потом я как бы подхватила это, а он перестал. И сейчас мы оба втянулись снова в это. Также фотография, путешествия. Мы оба любим путешествовать. И мы оба любим, чтобы нам у обоих у нас было, нам предоставлено было как бы private space. Как бы мне нужно уединиться. Наверное, это все-таки стало с возрастом, когда мне нужно мое время от всего отключиться. И то же самое у него. И это не означает, что мы как бы отделяемся друг от друга. And growing apart. Когда он приходит с работы, ему нужно почитать свои новости, то, что ему интересно. А мне, в свою очередь, нужно почитать то, что меня интересует. И как бы развивать именно мои стороны, которые мне интересны. Я думаю, что мы друг друга таким образом дополняем. И не обязательно люди должны делать, проводить все время абсолютно вместе. И я, собственно, рада, что мне предоставлено мое время, чтобы заняться то, чем мне интересно. И я полагаю, муж, в свою очередь, тоже очень happy и счастлив, что у него есть возможность заниматься, бороться в своем маленьком мерке. И почитать то, что ему интересно. И поделать то, что ему интересно. He really appreciates it. Я знаю точно. Я считаю, что это большая ошибка, когда один из супругов пытается остановить или запретить заниматься другому супругу тем, что ему интересно. Когда вот именно нарушается вот эта вот свобода, появляется что-то, нечто, что-то тебя сковывает. Ты хочется, тебе хочется автоматически вырваться из такой relationship, из такого взаимоотношения с человеком. Тебе будет хотеться все равно заниматься тем, что тебе хочется. И тебе придется прятаться от своего супруга. То есть это совершенно неправильный подход. Также можно сказать и о отношении к детям. Если вы будете запрещать своим детям заниматься тем, чем им нравится, то они будут продолжать это делать. Просто будут прятаться от вас. Или еще хуже, вы просто поломаете ребенка, и он замкнется, и никогда не найдет себя. То же самое и с супругом. То есть нужно найти какую-то такую золотую середину, чтобы все были happy. И попытаться понять, почему тот человек, близкий тебе человек, занимается тем. У меня часто задают вопрос, вот как вы живете с человеком из другой культуры. Легко ли ужиться с человеком, который не вырос в среде, похожей на вашу. У меня лично не было проблем с этим, потому что я открытый человек и very flexible. Как бы очень гибкая во многих отношениях. Важно понять человека и принять. Если вы считаете, что этот человек будет вашим спутником жизни, нужно принять все вещи, которые вам не нравятся. Раз и навсегда решить согласиться с этим. Конечно, это замечательно, когда у вас есть общие интересы, когда вы из общей одной культуры. Но неплохо так же, когда у вас разные интересы. У вас есть чем поделиться, есть чем рассказать. Вы можете друг друга дополнить. В этом и есть свои бенефиц. Да, в любом браке будут проблемы. То есть это когда два человека уживаются, тем более уживаются с разных культур. Это еще сложнее. Это сложно. Не всегда легко в семьях, даже когда вы выросли в одном дворе и строите одну семью. Есть проблемы, возникают. Конечно, будут аргументы, будут ссоры, могут быть конфликты. Это естественно. Кстати, неестественно, если у вас конфликтов не будет. Но нужно разумно подходить к этому вопросу и никогда не быть эгоистом и понимать, открыть сердце для другого человека. Мне кажется, что нормальный человек просто откроет свое сердце для вас и будет так же относиться с пониманием к вам. И еще очень важно не позволять вашему супругу и спутнику жизни подавлять вас в вашу творческую сторону и запрещать вам заниматься любимым делом. Те, кто решил связать свою жизнь с иностранцем или с иностранкой, должны понять, что разница в понятиях, разница в ценностях, возможно, у вас будет. Не только даже у людей с разных культур может быть такое. То есть нужно найти общую кемистрию. Если вы выходите замуж за гражданство американца или канадца, возможно, ваш брак не закончится. Хорошо, если вы не примете разницу в вас. И, конечно, если вы разные, это не означает, что кто-то из вас плохой. Просто нужно понять и принять, как я уже сказала. И еще одна большая ошибка, которую совершают наши девочки. Они, будучи такими принцессами, росли там. Они приезжают сюда, и у них очень много ожиданий, expectations к молодому человеку. Что вот он тут должен ему то, ей сделать он должен то. Знаете, такого здесь нет, что кто-то вам что-то должен. Наверное, все-таки, я не знаю, как это в России сейчас, но вот мое понятие такое, что, наверное, оба человека должны вносить в совместную жизнь усилия. Усилия имеется в виду эфорт, усилия имеется в виду. Мне кажется, в любой стране в основе лежит одна и та же идея. Вместо того, чтобы требовать и ожидать чего-то человека, нужно внести что-то. Как бы все в основе стоит правило элементарное. Это равносильно тому, что вы посадили семя, вы вложили какой-то труд, и вам воздастся за ваши труды. Но это, конечно, суждение в рамках моего суждения, выходящее через призму того мира, в котором я живу, и как я это все вижу с моей точки зрения. Есть, конечно, и другого типа браки, когда мужчина приобретает, так сказать, женяясь на женщине, он приобретает игрушку, то есть красивую игрушку, и он обязан как бы заботиться об этой игрушке и ничего не ожидать взамен. Но такие браки обычно, и я таких браков не знаю, я не была в такой ситуации, и мне кажется, такие браки распадаются очень быстро, потому что их ничего не связывает, кроме материальной привязанности. Женщина выходит замуж за деньги, или за корочку, или за гражданство. Мужчина в то самое время приобретает игрушку, и пока женщина выглядит хорошо, он о ней заботится, и как только появляется новый объект интереса, он, конечно, оставляет такую женщину, и она остается с носом. Я считаю, одна из разниц в менталитете между нашим обществом и женщин, приезжающим, выходящим замуж за иностранцев, у наших женщин очень много ожиданий к мужчине. Я считаю, что если вы не будете иметь этих ожиданий, а будете пытаться строить жизнь на равных, то есть, зная, что вы приехали на готовое, вас приняли такой, какая вы есть, для него тоже не очень легкий шаг, Вы должны открыть свое сердце и вложить максимум усилий для того, чтобы понять этого человека, и создать семейный очаг, семейную жизнь, отношения построить на доверии, на уважении, но не ожидании, что вот вам обязаны тут предоставить и сделать, потому что вы такая вот красивая и принцесса. Не знаю, я, наверное, никогда не была красавицей и принцессой, я была вторым ребенком, и у меня всегда была обязанность смотреть за сестренкой, и у меня к жизни такой подход, и я понимаю, что у меня никто ничего не должен, и мое счастье зависит от меня. Я замужем второй раз, и оба моих мужа замечательные люди с обоими, я сейчас, то есть, и с первым мужем я поддерживаю очень теплые и дружеские отношения, и могу даже заметить, что он является по-прежнему моим другом номер один, самым лучшим другом и близким другом, потому что мы знаем друг друга уже 30 лет почти что. Ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, и встретимся в следующих видео, задавайте вопросы, мне очень интересно вам отвечать, и рада видеть всех вас на моем канале, спасибо вам огромное-огромное за все ваши добрые комментарии, всем вам хорошего настроения, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok